Всем привет! Сегодняшний ролик будет не особо длинный, но крайне полезный, потому что мы будем рассматривать такую важную тему, как взаимодействие между руками и ногами. В принципе, это затрагивает работу на кардане, но хорошая новость в том, что ноги здесь, в принципе, не играют быстро. То есть они играют относительно средне-темповые 16-е ноты, допустим, это может быть даже 130, ну 140, наверное, уже быстровато. Хотя, если в 140 получится совместить все, что мы сегодня проработаем, это будет прям замечательно. Но опять же, сложность в том, что руки будут исполнять определенные конфигурации, которые с ногами могут тяжеловато совмещаться. Короче, три способа улучшить взаимодействие между руками и ногами. Смотрим ролик до конца, будет круто. Ну и, как всегда, напоминаю про все ссылки в описании, переходим по любой из них, везде, куда попадаем, обязательно подписываемся. Также, если хотите научиться играть на барабанах в живом или дистанционном формате, по любой из этих же ссылок ищите меня, выбирайте удобный формат и записывайтесь на обучение. На этом переходим к ролику, усаживайтесь поудобнее и погнали! Ну и давайте приступать. Как я сказал, в основе у нас будет лежать не особо быстрая интенсивность в ногах. То есть это примерно... Вот примерно такой темп. И, соответственно, мы разберем три способа, как могут себя вести руки под вот такие вот ноги, для того, чтобы наладить их взаимодействие и сделать, в принципе, кстати, партии ваши гораздо более интересные. Потому что часто, когда ноги играют шестнадцатые ноты, это обычно прямолинейная такая ситуация с двойной бочкой, да? Здесь это позволит вам гораздо разнообразнее все сделать. И первое, с чего бы я хотел начать, руки у нас работают с динамикой. То есть любые какие-то барабаны соло, да, которые задействуют мелизматику, то есть работа с низкой позиции и акцентировку, то есть подобная вещь. Вот палка начинает летать. Перемещание по томам, да, все, вот это вот, все, что касается акцентов, это первый способ, так скажем, наладить то, о чем мы сегодня говорим. Потому что ноги-то играют у нас не с динамика, они все играют на акцентах. А вот руки на фоне прямолинейных ног ведут себя немножечко более свободно. И при совмещении, опять же, могут возникать проблемы. Поэтому первое, что мы делаем, это сочиняем какой угодно рисунок руками, да, пусть это будет там. Потом наша задача все это дело совместить с шестнадцатыми ногами. То есть то же самое, в том же самом диапазоне темповом, шестнадцатыми нотами ноги играют ровные шестнадцатые удары. А руки продолжают играть с динамикой. То есть звучит уже интересно. Если добавить темпа. Вообще замечательно. Если мы начинаем по томам перемещаться, тогда вот мы уже приближаемся к самой основе, да, вот этой идее. То есть мы начинаем играть какие-то определенные рисунки, которые бы мы играли на пейде, но при этом у нас ведется череда шестнадцатых ударов ногами. Как по малому, так и по томам рисунки абсолютно разнообразные. Самое главное, чтобы соблюдалась акцентировка и мелизматика, то есть тихие удары на малом барабане. Либо, кстати, на напольном или на любом другом томе это тоже звучит. Вот, собственно, первый способ, который вам позволит чуть-чуть лучше синхронизировать руки с ногами, но у нас все идет по усложнению. И второй способ, который позволит нам добиться сегодняшней цели, ну, назовем это блидовский способ, да, то есть конфигурация, при которой мы играем, все знают, да, мышуга-блит, вот этот вот барабанный ход. И, собственно, если мы это же будем проигрывать руками, в различных, опять же, последовательностях, то есть где-то, то есть мы вкрапляем в шестнадцатые руки кое-какие тридцать вторые, грубо говоря. И ноги по-прежнему под все это дело играют шестнадцатые ноты. Давайте попробуем, опять же, начать с самого простого, то есть блит, вот эта вот конфигурация руками. И попробуем под это подставить ноги. То есть в основе лежит именно шестнадцатые ноги и вот эти вот вкрапления тридцать вторых шестнадцатые. В принципе, каким образом вы будете это в такт укладывать, это, опять же, ваша импровизация. Самое главное, чтобы не было никаких расхождений. То есть здесь самое худшее, что вы можете придумать, это форшлаги, то есть там, где у нас руки с ногами пересекаются, они у нас практически везде пересекаются, если начинаются форшлаги. Вот этого нужно избегать. И, собственно, да, второй способ для того, чтобы лучше синхронизировать, им выступает вот этот вот прием, который мы сейчас разобрали. И, опять же, в завершении есть еще одна связка, которая по своей структуре изначально не очень сложна, но в конфигурации с ногами, наверное, по моему опыту, да, когда я своим ребятам даю в Санкт-Петербурге на живых уроках, многие действительно встают в очень такое невыгодное положение. Потому что, во-первых, здесь очень много левой руки задействовывается. Ну, давайте я не буду тянуть кота за уши, да. Это те же самые шестнадцатые ноты, но там своеобразная акцентировка. Акцентировка на каждый третий удар, то есть... Опять же, нам нужно уложить в один такт, поэтому завершение какое-нибудь нужно сделать, чтобы оно было более красиво. Здесь в чем прикол. Левая рука играет двоечки на малом барабане с тихой, с низкой позиции. И в сочетании с ногами, то есть получается, что она совпадает где-то с правой ногой, где-то с левой ногой. И еще и работает с низкой позиции, и еще эта левая рука, которая у всех у нас страдает. Вот в этом основная трудность. А правая, в принципе, она себя чувствует прекрасно, потому что она только акценты лупит там в тройном вот этом вот формате. Давайте медленно покажу, что я имею в виду. Пока только на малом барабане. Опять же, как я сказал, как правая рука будет перемещаться особого значения не имеет, но очень важно, чтобы все, что касается левой руки, четко совпадало с бочками. Это вот прям самая важная тема. Ну, опять же, да, если чуть-чуть ускорить, хотя это не совсем про скорость. Все-таки здесь выгоднее играть в таком среднетемповом формате. И, конечно же, да, основная задача по итогу, это постараться соединить вместе, да. То есть вы играете, там, пять минут ногами. Игра работает над выносливостью, да, работает над стаминой. Это очень важный момент. Неплохо, если мы руками будем параллельно проигрывать вот эти вот три способа, которые мы с вами разобрали. Поэтому сейчас под конец я что-нибудь вам поиграю. Опять же, в ключе того, что мы разобрали все эти примеры, я прям попытаюсь запихнуть в одну импровизацию. С вами, собственно, я на этом прощаюсь. Еще раз спасибо за просмотр. Напоминаю про все ссылки в описании. Напоминаю про живое и дистанционное обучение игре на барабанах. И увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok